В России в последнее время резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Какое-то запредельное количество новых заражений и смертей. 18 июня был антирекорд по приросту зараженных на 46% больше за одни сутки. Динамика выглядит угрожающе. Несмотря на то, что у нас очень мало данных, я попробую рассказать, что сейчас происходит и что с этим делать. По официальной статистике 2 июня было 8832 новых случаев ковида в России. С этого момента заболеваемость довольно плавно, но неуклонно росла, а в последние дни прямо-таки взлетела. Просто посмотрите на этот график. 19 июня было уже почти 18 тысяч новых заболевших. В тот же день поступило официальное сообщение о том, что число смертей из-за коронавируса выросло на 14%. 23 июня почти повторился этот антирекорд по количеству новых случаев за сутки. Прирост заболеваемости просто фантастический. За прошедшую неделю количество новых случаев увеличилось на 34%, а в Москве на 54%. И в основном это именно за счет Москвы все происходит. Ну и Петербург оказался тоже под ударом. Судя по всему, два крупнейших мегаполиса опять стали входными воротами для коронавируса. На этот раз для нового варианта, который называют Дельта. Правда, тут стоит сделать оговорку, у нас такая статистика, что на самом деле по ней фиг чего поймешь. Но понятно, что ситуация плохая, вот это понятно. Совсем уж не ясно, что у нас со статистикой по штаммам. Кто их там и как изучает, и не особо-то это и публикуют. Но как бы там ни было, микробиологи сходятся во мнении, что именно вариант Дельта сейчас отвечает за новую волну пандемии, которая поразила сразу многие страны, и включая Россию тоже. Для тех, кто может быть забыл, напомню, в чем главная опасность ковида. Это вирусное воспаление легких, а еще много всяких других неприятностей. От тромбов и потери запахов до проблем с почками и слухом. Еще есть длинный ковид, который на много месяцев, а может быть и лет, вперед остается. В общем, очень тяжелое заболевание. Оно еще и в значительном проценте случаев протекает тяжело и требует госпитализации. И сложного при этом лечения, типа кислородной поддержки или вообще аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом еще и вирус очень заразен. И если ничего не делать, то в городах переполняются больницы. И задыхающихся людей, которым необходима медицинская помощь и кислород, просто некуда класть. Именно поэтому ковид вызвал в мире такой переполох. И ограничения все эти, и полное изменение образа жизни с тех пор, как он появился. Потому что никакие общества не готовы терпеть задыхающихся граждан, которым нет места в больницах. Ладно, что же такое волна пандемии в целом вообще и из-за чего инфекция идет волнами? Такой паттерн наблюдался и у других эпидемий, например у испанки. Единого объяснения этого явления нету. Есть несколько версий. Первая версия – это поведенческий фактор. Показатели типа улучшаются, люди забивают, перестают соблюдать меры, им надоедает. И опять показатели ухудшаются, потому что все начинают заболевать больше. А иногда и власти потакают эти все истории, тоже отменяют локдаун. Или вот как у нас начинают рассказывать, что все побеждено и ничего нету. Есть еще несколько факторов типа сезонности, который у нас тут не очень критичен. Но один очень неприятный, и это мутации вируса. Некоторые из мутаций приводят к тому, что вирус становится заразней и легче передается от одного человека к другому. Другие мутации позволяют вирусу заражать тех, кто уже переболел. Об этом сейчас поговорим подробнее. Вот это в том, что может вызывать и очередные волны. Все вирусы воспроизводят свои копии в живых организмах и при этом немного изменяются, то есть мутируют. Ковид ведет себя точно так же. Разных мутаций очень много. Одни никак не меняют поведение вируса и его влияние на человека. А вот другие помогают ему лучше проникать в клетку или противостоять иммунитету. Такие мутации дают вирусу преимущество в конкурентной борьбе. И в результате варианты вируса, которые имеют такие мутации и преимущества, распространяются. А те, которые их не имеют, становятся более редкими и уходят. Правда, кое-кто надеялся на другой вариант, что коронавирус в результате мутации ослабнет и станет примерно как простуда. Не станет так тяжело им болеть. Но коронавирус решил пойти другим путем. И пока что становится только заразнее и опаснее. Что же изменилось в этом вирусе? Давайте вспомним, каким образом он заражает человека. Сначала он попадает в организм. Затем при помощи шипа, из белка, связывается с рецептором на поверхности клетки. Затем он меняет форму и таким образом проникает внутрь клетки. Индийская версия оказалась удачной. Для коронавируса, конечно, не для нас. У нее оказалась особая комбинация мутаций именно в том самом белке, которым коронавирус прикрепляется к клетке и внедряется в нее. Вдобавок, он научился обходить антитела. Из-за этой комбинации свойств количество успешно сработавших вирусных частиц в организме увеличивается. И, соответственно, этих частиц больше выделяется при кашле, а также при разговоре и просто при дыхании. В общем, повышается заразность. И при том очень сильно повышается. Британские официальные лица говорили о 40%. Именно настолько заразный вариант Дельта по сравнению с предыдущим распространенным штаммом Альфа. Это так называемый британский штамм, а он еще был заразнее, чем предыдущий. Но ученые не торопятся и называют возможный разброс от 30 до 100% более заразный Дельта. Кстати, откуда взялось название Дельта? Маленькое отвлечение. У каждой распространенной версии вируса есть свое научное имя из букв, цифр и точек. Эти имена больше похожи на надежные пароли, чем на названия, и пользоваться ими в обычной жизни невозможно. Для удобства новые штаммы стали называть по именам стран и регионов, где они возникли. Типа британский, южноафриканский, бразильский штамм и так далее. Потом опомнились и решили, что название всякой заразы по географическому признаку стигматизирует целые страны и народы. Тогда придумали называть штаммы по буквам греческого алфавита. Альфа – это британская версия ковида. Бета – южноафриканская. Гамма – бразильская. Дельта – индийская. Итак, версия Дельта была выявлена впервые в Индии в конце 2020 года. Предполагается, что разрушительная вторая волна в Индии была вызвана именно Дельтой. По данным ВОЗ, на 14 июня Дельта уже распространилась по 74 странам мира из европейских стран в Великобритании, Финляндии и Португалии. Она также вытеснила старые штаммы в Канаде и Сингапуре, ну и так далее. Китайские врачи, тоже столкнувшиеся с этим штаммом, отмечают, что зараженные им люди болеют тяжелее, чем в самом начале пандемии. Причем в целом по Европе статистика улучшается благодаря вакцинации. И только в тех странах, где зафиксирована Дельта, отмечается быстрый рост новых случаев и нехватка опять мест в больницах. Это как раз Россия, Великобритания, Португалия и так далее. Упорядоченных данных о Дельте пока довольно мало, и большая часть из них пришла из Великобритании, где тот штамм тоже вызвал мощную новую волну заболеваемости. Там этого агрессивного пришельца засекли уже в конце марта и успели немного исследовать. Сейчас быстро прорвемся на рекламу, а потом посмотрим, что там наисследовали британские ученые. У нас почему-то многие считают, что инвестиции это что-то такое сложное и недоступное для бизнесменов или для программистов, которые тысячи долларов зарабатывают. Или вообще, что это махинации, какие-то финансовые пирамиды, безумные риски. Но на самом деле и финансовое планирование, и инвестиции доступны каждому. Начать можно даже с 500 рублей. Она учит этому в школе безопасных инвестиций Финра. Главный принцип школы – медленное, спокойное и терпеливое движение к финансовым целям. Начинающие инвесторы часто суетятся, им хочется скорее заработать миллион. Из-за этого они ввязываются во всякие сомнительные авантюры типа Форекса, трейдинга, хайпа на криптовалютах. Но в Финра учат именно безопасному инвестированию. Вы получите комплексный и понятный алгоритм достижения финансовых целей. Научитесь составлять сбалансированный портфель, оценивать риски, выбирать надежные активы, не поддаваться опасным соблазнам и не переживать, если акции вашей компании временно упали. Уже в процессе обучения вы поймете, какой инвестиционный портфель вам нужен и начнете формировать свой капитал. А окончив курс, разберетесь, как создать пассивно растущий доход и накопить на пенсию или образование ребенку. В школе Финра поставили себе цель. Они хотят, чтобы как минимум миллион семей имели стабильный доход. И чтобы как можно больше людей начали свой путь к финансовому благополучию. В школе проводят бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор». Это 5 дней видеоуроков с практическими заданиями и подарок в конце. На марафоне вы определите для себя цели инвестирования, познакомитесь с типичными ошибками инвесторов, купите свою первую акцию, для этого достаточно 500 рублей, и уже сейчас найдете в своих финансах миллион. Переходите по ссылке из описания и записывайтесь. Так вот, британские медики обнаружили, что Дельта вызывает слабые начальные симптомы. Головную боль, боль в горле, насморка и температуру. Кашель на начальной стадии болезни встречается реже, чем при старых версиях вируса, а самый явный признак – потеря обоняния – и вовсе не входит в первую десятку распространенных симптомов. Правда, эти данные про начальные симптомы не очень надежны и могут не выдержать проверку временем, но пока это выглядит так. Если это правда, то это максимально подлая версия вируса. У молодых и активных он маскируется под легкую простуду. Они даже не подозревают у себя что-то серьезное и продолжают вести активную жизнь и распространять ковид. При этом распространяется он быстрее, заражает эффективнее и вызывает более тяжелое течение болезни у пожилых и восприимчивых. Да, насчет заразности и тяжести течения сомнений уже нет. Эти данные подтверждены. По данным из Великобритании, Дельта заразнее Альфы чуть более чем в полтора раза. Риск госпитализации при тяжелом течении возрастает вдвое по сравнению со старыми штаммами. Люди с Дельтой почти в полтора раза чаще оказываются в реанимации, чем с Альфой. У нового штамма есть симптомы, не совсем типичные для прошлых версий вируса. У зараженных Дельтой чаще наблюдаются боли в животе, диарея, тошнота и рвота, потеря аппетита, а также боли в суставах. Есть и более экзотические признаки, например, потеря слуха и гангрена в результате микротромбов. Что же у нас в России с этой Дельтой? Как мы уже поняли, Москва и Петербург уже познакомились с новым штаммом. И даже если в других городах его пока мало, можно ожидать, что он скоро распространится. Еще 20 мая глава Распотребнадзора Анна Попова говорила, что индийского варианта в России всего 10 случаев и что он не распространится. Чего вдруг можно было такое ожидать? Вообще непонятно. Пронесет, типа, авось. Хм. Проверенные вакцины. Для Пфайзера это 92% против альфа-штамма и то ли 78, то ли 88 против дельта-штамма. Разные исследования показывают разные цифры. Ну, то есть Пфайзер держится очень крепко. Чуть хуже результаты у Астрозенеки. 73% против старых штаммов и 60% против дельты. А что насчет спутника? Ну, точных данных нету, опять же. Но микробиолог Денис Лагунов недавно подтвердил, что у привитых спутником защиты от индийского штамма тоже в некоторой степени снижается. В случае со спутником эффективность защиты можно оценить только приблизительно, опять же, поскольку точных данных нет. Про народные исследования расскажу чуть позже. Но сейчас, значит, разработчики вакцины Центр Гамалеи говорят, что спутник ВИС создает большой запас антител, и некоторое снижение эффекта в случае с дельтой не критично. Но какой-то процент привитых людей все равно заболевает. Причем в последнее время таких случаев все больше. Давайте разбираться, почему вообще так происходит. Заражения среди привитых не должны никого удивлять. Производители вакцин с самого начала не утверждали, что удастся обеспечить 100% защиту. Вообще вакцин, гарантирующих 100% защиту от инфекции, не существует. И не только от коронавируса, ни от чего. Причин тому несколько. Если человек заболевает сразу после прививки, это говорит о том, что вирус попал в организм еще до укола. Или сразу же после. И пока иммунитет еще не сформировался. Он формируется примерно две недели, иногда больше. То есть если вирус попал до прививки или сразу после, то можно спокойно заболеть, и прививка не будет иметь эффекта. При этом шум все равно стоит, что я привился и заболел. Ну а если прививка была давно, а человек все равно заболел, то тут может действовать сразу несколько факторов. Мы все по-разному реагируем на вакцину и на сам вирус. У кого-то вырабатывается много антител, у кого-то меньше. Бывает и такое, что тест на антитела показывает невысокий титр, то есть небольшое их количество, а человек все равно не болеет. А бывает, что наоборот. Также сильно влияет количество вирусных частиц, которое попало в организм при контакте. Еще важные факторы – состояние иммунной системы и возраст. А если появляется штамм, который научился обходить иммунную систему, то вероятно заразится еще выше, сейчас с дельтой так. Правда, будет намного более легкое течение. Как же все это выглядит на практике? Например, можно посмотреть исследование Стэнфордского университета, где изучили 189 случаев заражения коронавирусом среди почти 23 тысяч медицинских работников. Все они были привиты. И вот в 60% из этих случаев заражались медики в течение двух недель после первой дозы, то есть до выработки иммунного ответа. И только 26% в течение двух недель после второй дозы. Вот еще одно исследование. В США изучили заражение в 78 интернатах для престарелых и инвалидов. Всего там примерно 8 тысяч постоянно проживающих и 7 тысяч человек персонала. И все были привиты. Всего 22 случая болезни из 600 было выявлено у полностью привитых. Ну то есть всего там привитых заболело 600, но из них лишь 22 были полностью привиты. А остальные заболели до того, как иммунитет от вакцины выработался. Ну то есть можно четко говорить, что вакцины очень хорошо срабатывают. В России тоже люди привитые спутником. Причем даже если и заражаются, то болеют легко и в больницы попадают крайне редко. Добровольцы из телеграм-чата народные отчеты о вакцинации от ковид-19. Там, кстати, очень много людей, все шлют отчеты о своих прививках. Я там есть, заходите тоже. Так вот, оттуда добровольцы собрали статистику и нашли 63 случая заражений после спутника. Эти данные ровно совпали с опубликованными данными в медицинском журнале Lancet. Защита от ковида с симптомами действительно не 100%, а 91,4. Ну вот совпало, очень даже хорошо. То есть официальные результаты клинических исследований спутника были перепроверены обычными людьми. Любой может добавиться в этот чат и сообщить, если он привился, и потом, если что-то случилось. И вот это было перепроверено обычными людьми и подтвердилось. Как же протекает болезнь у привитых, если уж не повезло и заразился. Гораздо легче. Она длится всего несколько дней и сопровождается легкими симптомами, похожими на простуду. У привитых не было зафиксировано цитокинового шторма, то есть бурного воспалительного процесса, который приводит к разрушению тканей и органов, и часто становится причиной смерти при ковиде. У вакцинированных даже обоняние, если и пропадает, то очень быстро восстанавливается. Однако эти исследования относятся к предыдущим штаммам, менее агрессивным. Дельта новый штамм, поэтому точных подтвержденных данных пока мало. Мы знаем только, что он агрессивнее предыдущих. В последнее время мы видим много сообщений о том, что болеют полностью вакцинированные люди. Согласно народным отчетам, вот этим вот вакцинации в русскоязычных ковидных телеграм-чатах полностью привиты и стали чаще заражаться коронавирусом с начала апреля, как раз когда в Москве начал распространяться штамм Дельта. Учитывая, что защита от предыдущего штамма составляет честные 91,4%, можно предположить, что с Дельтой она снижается примерно так же в той же пропорции, как у вакцин Pfizer и AstraZeneca. То есть остается где-то в диапазоне от 88% до 60%. Если это подтвердится, то это тоже очень неплохо. То есть вероятно, заболеть снижается очень сильно. Ну а уж если и заболеете, то, скорее всего, протечет это легко. Владимир Гущин, представитель Национального исследовательского центра именно Гамалея, где был создан спутник, приводит такие цифры. У привитых этой вакцины риск тяжелого течения ковида в 14 раз меньше, чем у непривитых ничем. Среди госпитализированных с ковидом непривитые составляют абсолютное большинство. Даже учитывая, что Дельта-штамм сильно повышает риск тяжелого течения болезни, все равно любая работающая вакцина этот риск сильно, очень сильно снижает. Недавно Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, в одном из интервью сказал, что за все время у них было всего 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. И это включает всех, кто получил вакцину и сразу после нее заболел, до того, как выработались антитела. То есть, ну, большинство абсолютное получили только первый компонент и сразу после этого заболели. Так вот, и таких даже всего было 136 из более чем 23 тысяч человек, которые побывали в этой клинике. Вроде большинство людей согласны с тем, что нужен иммунитет, но они как-то пассивно согласны. Они даже готовы для этого переболеть с риском для здоровья и жизни. Похоже, что все дело в необходимости предпринять некое активное действие, прийти в пункт вакцинации, закатать рукав и чтобы воткнули тебе туда шприц с уколом. То есть, совершить некий акт, это психологически тяжелее, чем просто подождать и потерпеть, особенно когда ты по каким-то причинам не согласен. Когда в Москве, наконец, ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп населения, как вынужденную меру борьбы с новой волной инфекции, люди стали протестовать и саботировать это требование. Хотя обязательная вакцинация – это не новое явление. Более чем в 100 странах мира от тех или иных болезней прививаться необходимо. В большинстве из них за необоснованный отказ от прививки полагается что-то вроде наказания, например, недопуск в школу. В России для работы в сфере торговли и обслуживания требуется наличие медкнижки, для получения которой нужны прививки. И этому никто не сопротивляется. Другой вопрос, как это все у нас было организовано и почему пришлось прибегнуть к этой мере. А прибегнуть к ней пришлось потому, что мирными способами убедить людей привиться не получилось. Компания по вакцинации была провалена. Но не будем сейчас уходить в эту сторону, поговорим об этом чуть позже. Давайте лучше посмотрим, кто конкретно теперь должен сделать прививку. Это те, кто по долгу службы вынужден контактировать с большим количеством людей. В Москве должны быть привиты не менее 60% сотрудников, которые работают в таких сферах деятельности, как здравоохранение, образование, государственная служба, общепит, торговля, культура, общественный транспорт. Эту же меру уже оперативно ввели в Московской, Ленинградской и некоторых других областях. Всего уже в 14 регионах. То есть это очень много людей. Как их всех мотивировать привиться? С этим есть одна большая проблема. У власти нет работающих механизмов, чтобы как-то сделать так, чтобы люди пошли и честно вакцинировались. В ответ на откровенное давление люди идут покупать фальшивые сертификаты о прививке. Представляете? В это сложно поверить. Но есть люди, готовые платить от 10 тысяч рублей только за то, чтобы им не ставили бесплатный укол с вакциной, действующей, работающей. И раз есть спрос, значит, есть и черный рынок таких услуг. Я поверить не могу. Как это может быть вообще? Вся процедура фальшивой вакцинации занимает 21 день. Запись якобы о прививке заносится в государственный реестр. Даже ампула с вакциной вскрывается и выливается в раковину. Это вообще просто... Ради того, чтобы не получить укол, отечественные вакцины все это делается. Каким же должен быть ужас перед ней, чтобы так выступать? С дилерами черных сертификатов сотрудничают врачи поликлиник. То ли сами они антипрививочники, то ли просто деньги зарабатывают. Такая вот у нас альтернатива. С одной стороны, бесплатно привиться хорошей вакциной, признанной в мире, тем самым защитить себя и окружающих от заружения опасной болезнью. А с другой стороны, остаться без защиты, поставить под угрозу множество людей, потерять довольно ощутимую сумму и нарушить закон. И ведь люди, некоторые, выбирают это. Такой массовой антипрививочной истерии не было уже очень давно. Кстати, тут есть один момент, название. В Израиле обязательная вакцинация врачей и других уязвимых категорий населения практически не вызывала у самих этих категорий никаких возражений. Потом привили всех остальных. И вот уже Израиль снял маски и прочие ограничения и вернулся к нормальной доковидной жизни. Заражений там сейчас нет совсем, только в аэропорту у прибывающих. Там никому и в голову не приходило называть вакцинацию принудительной. Таким словом можно обозначить только что-то плохое, и нежелательное, какой-то гулаг. Вот так несколько раз услышишь словосочетание принудительная вакцинация и уже как бы сформировалось мнение о ней. На фоне этого ужаса и прямо-таки государственного насилия антипрививочники выглядят борцами и героями. Все за ними остальные тоже хотят быть борцами. В целом о психологии отказа от вакцин я уже как-то говорил где-то. И ролик у меня большой был об этом. Это связано с трепанофобией, боязнью уколов. Если не видели, посмотрите. Я там подробно разбирал все за и против вакцинации. Кстати, некоторые говорят, что отправили это родителям, и родители после этого привились. Я очень рад. Посмотрите ролик, если еще не видели. Самое обидное, что часто возмущаются люди, в принципе, готовые привиться. Их раздражает только отсутствие альтернатив отечественным вакцинам. Таких людей тоже очень много. Возможно, еще больше, чем не верящих вообще ни в какие вакцины. Но да, по-хорошему, в такой ситуации нужно было бы открыть Россию для зарубежных вакцин, раз прививаться все равно нужно будет обязательно. Создавать искусственные препятствия для использования зарубежных препаратов – это признак безответственности и некомпетентности властей. Нет никаких причин отказывать в регистрации в России зарубежным вакцинам, уже хорошо зарекомендовавшим себя. Ну, кроме, конечно, коррупции и ложно понятой гордости за отечественные разработки. Впрочем, Pfizer и Moderna к нам сами не спешат. Им бы покрыть заказы от других стран. Я так понимаю, они даже не подавали на регистрацию, хотя тут не уверен до конца. Спутник, к слову, западные страны тоже не спешат у себя регистрировать. Так что каждый остался с тем, что успел создать или купить. У нас в этот раз создали действительно хорошую вакцину, так что нам с вами повезло. Но теперь к нам пришла Дельта. На данный момент в России нет закона, по которому можно было бы обязать всех людей привиться. Менять законодательство, чтобы сделать это возможным, власти не будут. Госдума уже закончила свою сессию, дальше будут выборы в сентябре, принимать какие-то такие непопулярные меры перед выборами не будут. Возможно, власти закроют глаза на фальшивые сертификаты, как уже давно делают с медкнижками. Хотя в Москве, например, против участников таких нелегальных Смикхем уже завели 24 уголовных дела. Все это выглядит довольно тревожно. Давайте на минутку отвлечемся на что-то веселое, например, на стимулирующие меры, которые вводят в регионах, чтобы люди охотнее прививались. Собянин вот объявил розыгрыш автомобилей среди вакцинированных. А в Подмосковье среди привившихся с 15 по 25 июня разыграют аж квартиру. Правда, где-то далеко. Стимулирующие меры в других регионах включают в себя денежные выплаты за вакцинацию, обычные от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, а также талоны на бесплатный проезд, скидки в магазинах, билеты в цирк и в зоопарк. Аэрофлот начисляет за прививку бонусные баллы для полета в Сочи. В Волгограде дают скидку на лечение зубов. В Белгородской области разыграют электросамокаты. Но всех переплюнула Новгородская область. Там среди вакцинировавшихся разыграют целых 4 машины дров. Такое ощущение, что вакцинация нужна кому угодно, только не вакцинирующимся. Как видим, меры неубедительны. Эффект слабый. Кажется, надо было делать что-то другое. Подумать только. В 2020 году Россия оказалась рекордсменом среди развитых стран по избыточной смертности. То есть по количеству смертей по сравнению с предыдущими годами. Такой скорости вымирания, то есть прироста смертности по сравнению с предыдущим годом, у нас не было со времен Второй мировой войны. При этом в России привито около 10% населения. И не стоит говорить, что это с людьми что-то не так. Что у нас какой-то не такой народ с неправильным менталитетом. Нет. Народ совершенно обычный, как и любой другой. Что объединяет страны, успешно победившие вторую волну коронавируса. Что там было такого, чего нет у нас. В первую очередь информирование граждан об угрозах коронавируса. Репортажи из красных зон больниц. Честный подсчет новых случаев заражения, осложнений и смертей. Разъяснение того, почему вводимые меры, локдаун и масочный режим и так далее, это все необходимо. Наконец, объяснение, что такое вакцина. Как она работает и какие от нее могут быть побочные эффекты. Хоть вероятность этого очень низка. Гораздо ниже, чем у большинства привычных нам лекарственных препаратов. Но все равно нужно честно обо всем этом рассказывать и обсуждать. А в случае серьезной реакции еще и страховать здоровье. Да и в целом, в развитых странах есть культура доверия между населением и властью. И, конечно, доверием к СМИ, где это все рассказывается. Вот независимые СМИ именно в этом случае очень и нужны. Но есть доверие и к правительству. Что раз правительство закупило вакцину и запустило программу вакцинации, значит, нужно пойти и привиться. Тем более, что все уже давно поняли, как это работает. И все это время ждали прививку. Такой вот социальный маркетинг. Наши же власти сначала долгое время рапортовали, что ковид побежден. И делали вид, что вообще ничего не происходит. Отменяли ограничения. Вели себя как полководцы, победившие в войне. Ничего, конечно, не рассказывали про заражение, про то, как все плохо. Они показывали честную статистику. Наша информационная автократия любит модифицировать реальность с помощью пропаганды. И она сделала это и теперь. И это привело к огромному количеству избыточных смертей россиян. Наверное, это самый негативный и самый ужасный эффект от всего вообще путинизма. То есть, когда мы будем вспоминать итоги путинизма, я думаю, что вот эти полмиллиона смертей от ковида, которых могло бы быть в разы меньше, это самый ужасный итог этой информационной автократии, в которой мы сейчас с вами живем. Ну и, конечно, из-за этого всего люди, боящиеся прививок и не следящие за всеми новостями, не стали прививаться. Потому что зачем? Как-то ковид побежден. Об ужасах коронавируса, конечно, время от времени рассказывают. Но статистику при этом занижают. И иногда рассказывают, что мы все победили и что Владимир Путин молодец. Когда нужно провести голосование, парад или другое массовое мероприятие вдруг приспичило, вдруг выясняется, что в этот день у вируса выходной. Губернатор Московской области сам недавно признался, что когда у тяжелых больных в госпиталях спрашивали, почему они не привились, люди говорили, мы думали, что ковид уже ушел. Вы видели это по телевизору? Вы же сами нам говорили. Почему же они так думали? Читали и слушали газеты, новости, смотрели телевизор, в которых все радужно и никакого ковида. Из-за отсутствия достоверных источников информации распространилось очень много конспирологических теорий. Главная из них – презумпция злонамеренности государству. Типа, если вводят в какую-то меру локдаун, масочный режим или вот вакцинацию, значит, это очередной антинародный закон, и нужно ему сопротивляться. Да, власти в России не привыкли вести диалог с гражданами, и часто вводят плохие законы. Это все имеет совершенно понятное объяснение, да? Те люди, которые у нас умерли и не должны были умирать от ковида, это жертвы политического режима, который сложился у нас в последнее время. И жертв этих будет еще много. Власти у нас умеют либо давить, ничего толком не объясняя, либо подкупать. С такой вот властью мы застряли в этот тяжелейший кризис, унесший уже не менее полумиллиона жизней россиян. Ну, про власти поговорили. Это вот информационная автократия, которую мы тут допустили у нас в стране вместо нормального демократического режима со свободными СМИ. Отреагировала, как это реагировало? Хотя бы они увеличили количество ковидных коек, рекомендовали привезти кого-то там на удаленку, ограничили пребывание в общественных местах, кое-где ввели обязательную вакцинацию. Ну, и на том спасибо. В общем-то, с государством все понятно. Но нам-то что делать с этой напастью? И каков прогноз? Конечно, прогнозы в такой ситуации делать очень сложно. Исходя из текущей ситуации в России, можно наметить некоторые варианты ближайшего будущего. Но это все не точно. А вариант Дельта совершенно точно распространится по всей стране. Он будет во всех регионах и вызовет там очень большие проблемы. Это неизбежно. Полный всеобщий локдаун, как прошлой весной, и летом вводить почти наверняка не будут. Еще один такой удар российская экономика не выдержит, да и политический режим не имеет достаточно легитимности для таких мер. К тому же локдаун позволяет только замедлить распространение вируса настолько, чтобы всем тяжело больным хватило места в больницах. По идее, он должен был позволить дотянуть до прививки. Вот мы-то дотянули. Да, только теперь ее никто не делает. Но саму по себе пандемию локдаун не останавливает. Вирус продолжает циркулировать, только медленней. В странах, где победили вторую волну ковида, например, в Израиле, сработала комбо локдаун плюс всеобщая вакцинация. Плюс маски. Обычные медицинские маски тоже сдерживают распространение респираторного вируса, когда их носят все, особенно больные. Но в России их практически никто не носит. Судя по всему, мы идем по тому пути, который вначале называли шведским, хотя сама Швеция по нему шла очень недолго. Теперь она действует, как все другие страны. Но этот путь, это типа наработка коллективного иммунитета, типа естественным путем, через переболевание, через болезни. Если все так и продолжится с частичными этими мерами, то большая часть жителей России переболеет ковидом и приобретет иммунитет таким образом. При этом некоторый процент людей неминуемо погибнет. Другие останутся с тяжелейшими последствиями, тяжелыми последствиями для здоровья, в том, что и молодые, и надолго. Погибнет как минимум столько же, сколько на данный момент уже погибло. О том, что в реанимации может оказаться каждый из нас, думать как-то не хочется. И это даже можно понять. Надо осознать, что с таким зловредным штаммом, как эта Дельта, коллективный иммунитет рано или поздно похоже, что будет достигнут. Но вопрос в цене. Ведь цена естественного популяционного иммунитета – большое количество смертей, тяжелых последствий, принесенной болезни. Сложно поверить, что это та цена, которую мы готовы заплатить за свободу ходить без масок и не делать прививку. Но похоже, что так и есть. И что наше общество с текущей властью, которая у нас сейчас есть и которая, похоже, в ближайшее время не изменится, и этот кризис мы будем проходить с ней, похоже, что нам придется платить эту цену. Специалисты предполагают, что остановить пандемию можно будет только тогда, когда будет вакцинировано как минимум 60% населения. Но это расчет для старых штаммов. Дельта уворачивается от иммунитета, а значит 60% вакцинации уже может быть недостаточно. Посмотрим, получится ли достичь хотя бы этого. Сейчас очень далеко, очень далеко до этого. Учитывая антипрививочное настроение в обществе, это выглядит мечтой. А до коллективного иммунитета в результате болезней тоже еще очень-очень далеко. Может быть и несколько лет, и несколько волн. Теперь о том, чем нас прививают. Государственную регистрацию на данный момент прошли 4 вакцины. Все они отечественные. Спутник Ви, Эпи-Вак Корона, Кови-Вак и спутник Лайт. Эффективность исследована только у спутника Ви. По остальным вакцинам данных пока нет. Результаты клинических испытаний Эпи-Вак Короны на 3000 добровольцев разработчик Вектор обещает обнародовать уже в июле этого года. Но предварительные данные не очень-то радуют. Похоже, что эта вакцина не работает. К сожалению, некоторые люди выбирают привиться именно ей, потому что считается, что от нее меньше побочных эффектов. Но только непонятно зачем. Ведь эффективности тоже нет. Теперь самая главная мысль, к которой мы шли с начала этого ролика. Смотрите, как все работает. Чем больше людей заражается, тем быстрее и эффективнее работает механизм естественного отбора у вируса. Он совершенствуется и становится более заразным и более смертоносным. Этот процесс может остановить только всеобщая вакцинация. На данный момент почти все привитые вышли из этой игры. А непривитые стали полигоном для дальнейшего совершенствования вируса. Все, кто не привился, сейчас полигон. Увы, чем дольше сохраняется такое положение дел, тем больше сами люди помогают коронавирусу стать злее и опаснее. Похоже, что вакцинация перестает быть личным делом каждого и становится вынужденной мерой. Что касается тех, кто уже привился, придется признать, что это не повод расслабляться и считать себя прям неуязвимым. Привитые тоже будут болеть. Не очень многие и, скорее всего, не тяжело, но будут. Тест ПЦР из носоглотки часто не показывает наличие ковида, даже если он есть, поэтому не стоит так уж сильно полагаться на этот метод исследования. В общественных местах и особенно в закрытых помещениях нужно носить маску и рассказывать своим близким и знакомым, почему важно защищаться от инфекции и, главное, прививаться. Вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Этим вы поможете, в том числе и распространению этого видео. Может быть, нам удастся сделать так, чтобы еще какое-то количество людей осознали серьезность ситуации и сделали, наконец, себе чертову прививку. Ну и, конечно, сами прививайтесь спутником Ви. Если еще не сделали этого, уговорите родителей, родственников, знакомых и друзей. Это очень важно. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok